Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Лиса, кто еще не в курсе, кто здесь впервые. И сегодня у нас мукбанг. Мукбанг не обычный чаепитие, как мы всегда делаем, а это будет какао. Или что-то типа горячего шоколада. В общем, не знаю, я еще сверху сюда накидала зефирок. Посмотрите, как это получилось аппетитно. И у меня вот такие вот замечательные плюшечки. Я немножко их погрела. Вот это с корицей, это с творогом, а это с кремом и изюмом. Можно сказать, что у нас сегодня такой мукбанг по-карлсоновски, потому что Карлсон очень любил плюшки и горячий шоколад. У меня есть вот такая замечательная ложка. Это вообще ложка-трубочка, то есть теоретически из нее можно пить, но это не очень удобно. О, посмотрите. Это просто какая-то магия. Тут положим ошку. Ну что, давайте пробовать. То, что нужно для холодного зимнего дня. Если тут его поставлю, он у нее подойдет у меня. Как-то так. Сегодня сзади меня на моем фоне елка. Я уже показывала вам ее на стриме, и многие писали, что вам было ее не видно за мной. Сегодня ничего не изменилось. Вам все так же будет ее не видно за мной. Посмотрите, какая красивая у меня получилась елка. И поболтаем сегодня тоже на такую околоновогоднюю тему. Расскажу немножко о том, как я в разные годы встречала Новый год. Эта тема вообще очень вкусная. Сюда пока поставлю. Короче говоря, давайте пробовать плюшечку. Вот это, наверное. Нет. Нет, вот это. Ой, посмотрите, какая красота. Укусите? Я понимаю Карлсона. Почему он был в таком восторге от плюшечек. Это очень вкусно. По классике, надо откусить кусочек плюшечки и запить горячим шоколадом. Видите, плавают кусочки шоколадок. Очень вкусно. Хочу съесть серединку. Вообще, если у меня спрашивают, какой у тебя любимый праздник, я всегда называю Новый год. Новый год, Рождество и все вот эти вот околоновогодние праздники. Потому что не очень люблю свои дни рождения. А вообще, День рождения — это какой-то такой личностный, знаете, праздник. То есть праздник одного человека. А Новый год, он... Не о чём, а потому для всех. И все его празднуют. Пускай там с разной часовой разницей, но, тем не менее, все люди мира. Ну, там, за исключением некоторых, его отмечают. Это круто. Плюс я в невероятном восторге всегда от вот этой новогодней атрибутики. Ну, посмотрите, разве это не прелесть? Да, такой котя-волшебник с звёздочкой в шарфике. Детский сад. Ну, я люблю это всё. Ну, вот. Я ёлку в этом году вообще поставила рекордно рано. А ещё так рано никогда не заряжала. Нравится вот эта очень атмосфера, которая, знаете, в городе. В Москве это особенно ощутимо. На Красной площади такая красота каждый год. Когда всё в этих огонёчках. Все такие радостные спешат за подарками. Везде эти ёлочки, Деды Морозы. Ну, короче, это так празднично. Мне очень нравятся такие, знаете, светящиеся фигурки оленей, которые выставляют обычно перед торговыми центрами. Я тоже такую хочу. На все возражения логичные, как бы, возражения мужа, что в квартире, как бы, её негде ставить. И вообще, зачем она? Это серии «Нет времени объяснять». Она нужна. Мне нужна эта фигурка оленя. Пока это просто мечта. Вы спрашивали у меня в комментах, есть ли у нас какие-то новогодние традиции в семье. Ну, конкретно наша семья, она ещё достаточно молодая, потому что мы женаты всего первый год. Ну, второй уже пошёл. Это будет всего второй Новый год, который мы отмечаем в статусе семьи. Ну, мы, правда, до этого отмечали, когда ещё не были женаты. Ну, каких-то там супер-пупер традиций новогодних. Не могу сказать, чтобы у нас они были. У меня есть одна моя личная традиция. Наверное, так делают много людей. Напишите мне в комментах, если вы тоже это делаете. Я каждый год под бой курантов, на колочке бумажки, быстренько. Всегда пишу желание, поджигаю его, чтобы оно успело до последнего 12-го удара сгореть. Пепел этот надо струсить шампанское и выпить бокал. Я делаю так каждый год, но либо я делаю что-то не так, либо мои желания, ну, они какие-то... Не своевременные, не знаю. Короче, вот уже два, а то и три года подряд, ничего у меня не сбывается. Вот так вот. Возможно, у кого-то это работает. У меня почему-то нет. Но я знаю, что я и в этом году сделаю точно так же, потому что, ну как это? Под бой курантов не спалить бумажку с желанием, это буду не я. Ещё мы очень круто в прошлом году, именно в новогоднюю ночь, мы отмечали прошлый Новый год у нас, дома. К нам приходили друзья. Я так, кстати говоря, не очень люблю отмечать этот праздник, вот когда гости приходят домой, потому что, во-первых, ты готовишь несколько дней этот стол, во-вторых убирать потом, и вообще как-то, ну, не знаю, не очень мне это нравится. Я люблю ходить к кому-нибудь в гости, или вообще отмечать где-то в ней, квартир, так веселее. В общем, в прошлом году, в новогоднюю ночь, мы когда вышли прогуляться, у нас был с собой вот этот небесный фонарик, знаете, который запускают. каждый на нём дома написал желание. И мы всей компанией запустили его в небо, это было очень круто. Он у нас был ещё такого красного цвета, в форме сердца. Было очень прикольно. Давайте вот это. Попробуем плюшечку. Ну, это мне больше нравится. Если говорить о какой-нибудь самой запомнившейся новогодней ночи, ну, вот такой прям, знаете, самый забываемый, незабываемый, это, наверное, был Новый год 2016. В тот год я полетела к мужу на Дальний Восток, он ещё не был моим мужем, встречать с ним Новый год вместе. Это был необычный сразу по нескольким факторам Новый год, потому что, во-первых, я впервые встречала Новый год в такой малочисленной компании. У нас было всего три человека. Я, мой будущий муж и его друг, который там у него был на Дальнем Востоке. Во-вторых, из-за часовой разницы плюс восемь часов всех моих друзей, которые остались в Украине, родителей, ещё даже близко не наступил Новый год, а у нас уже было веселье полным ходом. Это было очень обычно, то есть я, получается, первая из всех своих знакомых встретила Новый год. Ну и самое главное, что мне запомнилось, почему мне запомнился именно этот Новый год, потому что мой муж подарил мне печальное колечко и сделал предложение. Пускай говорят, что это банально делать предложение в Новогоднюю ночь, ну, понимаете, для каждого человека это всегда очень такое волнительное событие, и тебе кажется, что такого ещё не происходило ни с кем вообще в этом мире, что ты первая такая. Поэтому это воспринимается всегда, когда это происходит с тобой, это супер небанально воспринимается. Вот это вкуснее, потому что там была какая-то немножко суховатая, а эта плюшечка прям вообще супер классная. Вообще, много у меня, наверное, уже в жизни было этих весёлых новогодних вечеринок. Когда я работала в банке ещё, я очень любила новогодние корпоративы, это всегда было весело. Очень весело, я помню, в институте всегда встречали Новый год. Самый, наверное, запоминающийся, это когда мы поехали от универа в Славоногорск. Это такой, в Донецкой области есть лесной массив. Там много всяких пансионатов, такое речка чуть-чуть красивая. Вот мы поехали от института в такой там специальный не профилакторий, ну что-то типа, короче, дома отдыха студенческого. Поехали целые банды. Плюс там ещё было неимоверное количество людей из других факультетов. Ну, короче, целый дом отдыха был забит студентами нашего вуза. Это было очень круто. В саму новогоднюю ночь мы вынесли в холл, в общий, все столы, составили их в один длинный стол. Каждый принёс вот что у него было в плане алкоголя, еды, и мы все вместе, всем этажом, а потом к нам начали приходить остальные этажи, вот это всё происходило вот так самбурно. Это было очень весело, это было очень круто. Ну, вот прям запомню. Насчёт планов на этот Новый год я пока ещё не хочу рассказывать, потому что они ещё не до конца подтвердились, и я просто боюсь их сглазить, ребят. Я вам обязательно расскажу немножко попозже. Очень люблю дарить подарки. Дарить и получать подарки, причём, наверное, одинаково люблю эти два процесса. Мне очень приятно продумывать всегда, что подарить своим близким людям. у моего папы тем более 24 декабря будет день рождения. Я уже приготовила им громаднейшую сумку с подарками, с гостинцами. Я всегда передаю это через проводника на поезде. Завтра поеду как раз, кстати, передавать. Третья, последняя плюшечка. Творожная. Тоже вкусно. Ага, понятно. Всё уронила. Такой воздушный крем. Ну так вот, мне всегда очень приятно продумывать подарки, заниматься их покупкой, упаковкой, вот эти все вещи. Очень приятно их вручать, смотреть на реакцию, и тоже точно так же люблю получать подарки. На самом деле не люблю, когда ну, вернее, не то, что не люблю. Иногда это, конечно, бывает нужно, когда даришь что-то, то, что ты попросил. Но я больше люблю сюрпризы, когда я не знаю, что мне подает. Я уже купила подарки всем родителям, вот завтра буду отправлять. Мужу тоже уже купила. Я знаю, что он тоже там что-то уже мне придумал, но не признаётся. Всегда так интересно гадать, что же там будет. Каким-то я варварским способом начала её есть с серединки. Обожаю, что в серединке самое вкусное. Обожаю смотреть всякие новогодние фильмы. Очень интересно было бы посчитать, сколько раз за свою жизнь я посмотрела Иронию Судьбы. Даже буду себе представить это количество, потому что мы смотрим её не только на Новый год, а в Новогодние праздники мы можем посмотреть её несколько раз. Напишите мне в комментариях свои любимые новогодние фильмы. Мне будет очень интересно. Возможно, я каких-то из них не видела. Тоже обязательно посмотрю. Ребята, я уже не елась, честно вам скажу. Булки, это, конечно, очень хорошая, но очень калорийная. И очень такая сытненькая. Давайте последний кусочек. Жду в комментариях вашей истории о том, как вы любите встречать Новый год, о ваших, возможно, уже существующих новогодних планах, что вы будете делать в новогоднюю ночь. у меня всегда всё интересно, вы знаете. Сладкую булку запивать сладким шоколадом. Это именно для сладких ежек. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился этот мукбанг в таком предновогоднем стиле. Вы съели со мной что-нибудь вкусное, выпилили кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего. Спасибо, что вы провели эти несколько минут вместе со мной. Я вас люблю. Всем желаю прекрасного новогоднего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok